То, что Писание называет дарами Святого Духа, они выражают, они несут в себе саму суть творчества. Когда человек, вдохновленный, исполненный Духом, творит вместе с Богом. Это то, что творит новую реальность. Ну, во-первых, Библия достаточно, мне кажется, недвусмысленно говорит, что всякий дар, любой дар, то есть я не говорю сейчас только о даре Духа Святого, но любой дар, он исходит свыше, он исходит от Бога. Так как я вот лично верю в Троицу Святую, и поэтому я могу говорить о трех как бы группах даров, условно говоря, да. То есть мы можем говорить о дарах, исходящих от Отца. Да, Отец является Отцом для всех людей, и Он по всему миру рассыпал в каждом человеке определенные дары. И эти дары, которые у человека проявляются, потому что ведь любое творчество, оно... Это же не просто человек сел, посидел и придумал. Это же не просто человек захотел и стал художником, или писателем, или музыкантом, поэтом. Вот. Но это свыше. Как говорит одна моя знакомая, это Бог в темечко поцеловал. И вот эти дары, которые есть в мире, которые люди, даже не веруя в Бога, тем не менее они этими дарами оперируют, это дары, которые исходят от Отца. Вот. Есть другого типа дары. Дары, которые исходят от Христа. Христос является главой церкви, Он созидает церковь, и в церкви люди становятся дарами. То есть замечено такое, что человек, например, приходит в церковь, да, и вдруг обретает какую-то способность к управлению, или к проповеди, к учению, или к музыкальным способностям каким-то поклоняться Богу и так далее. Когда идет речь о дарах Христа, то Христос ставит в церкви людей. И сами люди как бы становятся дарами для созидания тела. Но поимемо этого есть еще тоже сверхъестественное, то, что открывается, это сверхъестественные способности, которые открываются в человеке, дары Духа Святого. В каждом, кто уверовал, открываются вот эти дары Духа Святого. Вот, при этом, мне вот что хочется сказать, что вообще прослеживается такой принцип определенный, он прослеживается практически везде, его можно увидеть в творчестве, его можно увидеть в дарах Духа Святого. Значит, такая вот определенная двоичность есть, двойственность такая, да, двойственное деление такое. То есть, например, мы говорим, как Иисус сказал, что поклоняться в Духе и истине, да. И везде есть такой момент, который как стержень и то, что является творческим, ну, поиском, что ли. Я вот недавно разговаривал с одной, с одним человеком, она занимается танцами. И она говорит, что в танцах очень... Я, говорит, думала, что в танцах самое главное такая податливость, что самое важное там, чтобы ты был такой... Она довольно поздно начала танцами заниматься для себя просто. И когда она пришла заниматься танцами, она думала, что для нее самым главным будет гибкость такая, вот податливость. И вдруг она услышала, что две вещи важны. Первое, они называют это держать рамку. Держать рамку, это значит, должна быть прямая спина. Это должен быть достаточно четкий зафиксированный корпус. А все вот остальное, оно должно быть таким податливым, подвижным как бы, то есть откликаться на все. Но если податливым будет все, то есть весь человек будет податливым, то это будет мешок просто какой-то тюфяк такой непонятный, да. Вот, и поэтому они говорят все время держать рамку. И вот здесь что-то подобное. То есть есть рамка, которую мы держим, которая заключается в истине, которая заключается в слове. А есть то, что является творчеством. То, что является творчеством в том смысле, что мы творим новое, нечто небывшее. И вот этот духовный опыт наш, который выражается в дарах, который был и у учеников Христа, да, то есть он достаточно рискованный, да. Это явно, что он рискованный, потому что даже Христос сказал, что вы не бойтесь, потому что если вы у Бога попросите Духа Святого, он не даст вам сатану, да, он не даст вам другое что-то. Помнишь, что это место писания, где написано, попросишь хлеба, не даст камень, попросишь яйцо, не даст скорпиона, попросишь рыбу, не даст змею, а вот скорпион и змея, это же символы дьявола фактически, да. И как бы он, понимая, что для людей это будет выглядеть как нечто очень опасное, он уже их как бы ободряет. Не переживайте, Бог все это управит, Бог все равно с этим, ну, это все устроит, да. И опыт Каримской общины первый, да, он на что показывает? Он показывает, что это вещь довольно рискованная. Почему многие и обжигаются, и отталкиваются от всего этого, и отбегают как бы от этого, потому что это вещь довольно рискованная. То есть люди начинают злоупотреблять там дарами, они начинают там какие-то нездоровые проявления, начинают приписывать это себе и так далее, и так далее. Но, несмотря на то, что это очень опасно, это тем не менее обязательно должно быть в жизни верующим. Потому что если представить себе жизнь человека, которая протекает только лишь по определенным правилам, то есть, скажем, только по истине, но в этой жизни нет духа, то это действительно жизнь похожая... Ты помнишь эту притчу о блудном сыне? Я в последнее время ее часто вспоминаю сейчас. Нам она так как-то актуальна последние несколько дней. И там был старший сын, который сказал Богу, ну, отцу, да, он предъявил такую претензию, вот пришел этот новый, ну, вернее, пришел тот младший, который расточил все имение, и ты накрыл ему стол, а мне ты никогда не дал. А отец ему говорит, слушай, а ты почему не взял? Это было твое. Это же было твое, оно тебе принадлежало. Ты почему не брал-то? И я понимаю, что вот эта вот жизнь, которую человек устраивает по правилам, то есть, когда у него есть только одна часть, часть, связанная с истиной, часть, связанная с этой вот рамкой, которую он держит, но у него нет такой в жизни податливости, нет этого творческого начала, нет вот этого вот какого-то поиска в жизни, да, каких-то, может быть, такого движения вместе с Богом, может быть, не очень безопасного, да, то есть, человек что-то пропускает, то есть, человек что-то упускает, понимаешь, то есть, его жизнь превращается в какую-то вот регламентированную такую реальность, и, по сути дела, он вполне может в какой-то момент услышать просто от Бога, слушай, но ты жил не по моим правилам, да, ты жил по правилам, но это были твои правила, потому что жизнь с Богом, она вообще всегда, я так понимаю, то есть, о Боге сказано, да, что превосходящее разумение, любовь Христова, да, помнишь, в Библии так написано, что его любовь, она превосходит разумение, и вот это вот двоичное деление, оно тоже у апостола Павла там видно, когда он говорит, помнишь, там, в 1 Коринфянам, 14 главе, он говорит, стану молиться духом, стану молиться и умом, и вот этот компонент, он очень важный, то есть, по сути дела, получается, что умом, это противоположно, это не то же самое, что духом, а духом, это не то же самое, что умом, то есть, получается, что, ведь ум, он является для нас, он является сторожем, то есть, в чем основная функция ума, Он нас охраняет. Охраняет от каких-то неправильных вещей. Он является воротами личности человеческой. То есть его функция пускать или не пускать какие-то вещи. Заповеди живут в уме. И я понимаю, что есть некоторые вещи, которые сквозь этого сторожа не проходят. Это очень хорошо, это благо. Но ведь сторож, он охраняет нечто ценное. Если сторож просто является сторожем и он охраняет ничто, пустоту, что вся жизнь человека, она превращается только в такую охранительную функцию, а самого духа, самой жизни, самой превосходящей разумения любви, ее там нет. Ну как бы, тогда какой смысл? То есть зачем? В чем смысл? Понимаешь, да, о чем я говорю? Думаю, да. Да. А вот это вот, то, что касается духа, это всегда такая плоскость рискованного творчества, да, какого-то поиска. А тебе не кажется, что вера сама по себе это вещь рискованная? Очень. Мне именно так и кажется. Но вера, она, думаю, состоит действительно из двух этих вещей. Она состоит из того, что выставляется как вешки какие-то, да, как какие-то вот границы по краям, а есть то, что внутри, то, что должно быть обязательно, то, что должно рождаться, появляться, твориться, понимаешь? И вот это то, что творится, оно всегда не бывшее прежде, оно всегда как будто бы ты идешь куда-то в неизведанное. Вот знаешь, мне в свое время так этот образ потряс, что в святом святых абсолютно не было окон никаких, да, и не было света никакого. И там была полная тьма, и ты и перед освящением входил туда, и входил в полную темноту. И это как образ наших отношений с Богом. То есть мы идем всегда в какую-то темноту, мы оказываемся всегда перед чем-то неведомым, да, неизведанным. То есть он всегда есть тайна для нас. Вот. Вера всегда рискована. При этом есть определенная гарантия, которую он нам дает. Он говорит, никогда вы не получите змею или скорпиона. Я буду вам помогать, я буду вас вести, я буду вас направлять. Но потом, ну, смотри, ну вот была эта Каримская община, ну вот она увлеклась этими дарами. Ну вот Павел их упрекает. Но он же не говорит им при этом, прекратите, бросьте, перестаньте это делать. Просто изучайте слово. Зачем? Просто читайте Танах, и пусть все будет только в этом. Нет, он им говорит, продолжайте, просто подправьте некоторые вещи, пророчествуйте, говорите языками, истолковывайте языки. Пусть вот это вот, просто оно пусть будет, придет в порядок какой-то определенный, пусть оно оформится. То есть само творение, которое в самом начале, да, происходило, оно же происходило из чего-то бесформенного. То есть для чего-то Богу надо было вкинуть эту материю, да, и Дух Божий над этим бесформенным. То есть почему Богу бы не создать мир таким образом, что просто сразу какие-то законченные или совершенные формы. Но так не было. То есть была некоторая безвидная, пустая материя бесформенная, да. И Дух Божий, он творил это, он созидал это, да. Он как-то вот насиживал и рождал вот эту вселенную, да, все. Вот. Что-то подобное с нашей жизнью. То есть что-то подобное с нами. То есть мы все равно каждый раз творим вместе с Богом. И в этом плане вот мне вот это понятие, особенно вот в восточном богословии, ну не только, но вообще оно как бы современное такое понятие, синергия. Когда мы творим совместно, то есть совместное творение. То есть когда, и действительно говорят, что лучший образ это именно танец, опять же, тот же самый. Когда у одного не получится. Когда партнер ведет партнершу. Когда они делают вместе, да. Когда они, когда она не просто покорно упала и висит мешком у него в руках. И когда не так, что она его хватает и тащит куда-то. Нет. Она, чувствуя, куда он движется, двигается за ним вслед. Вот это как бы образ такой вот нашего, нашей христианской жизни с Богом. Когда мы, ну, следуем за ним, когда мы творим вместе с ним. И очень важный момент, вот это вот деление между умом и духом. Все-таки это не одно и то же, да. И когда, как там он говорит, если дух ваш молится, то ум остается без плода. То есть, мне кажется, между духовной реальностью невидимой и реальностью видимой существует, ну, действительно, только одна связь. Это слово. То есть, понятно, что Бог из невидимого мира сотворил видимый и сделал это с помощью слова. Он сказал, да будет свет и стал свет. Он сказал там, да будет, и все, что он говорил, то происходило. То есть, вот само слово, оно обладало такой силой, что он говорил и оно творило, да, оно созидало. Теперь человек сотворен по образу и подобию Божьему и, в принципе, обладает точно такой же силой. И, в принципе, Писание очень много об этом говорит. Оно говорит, что словами мы можем ранить, словами мы можем убить, словами мы можем созидать, да. Вот, и, наверное, одни из самых сильных слов, это слова молитвы. Почему мы не молимся про себя, почему для нас важно провозглашать вслух, для нас важно благословлять имя Божье. Мы говорим, благословенно имя Господне, благословен Господь. Не потому, что он нуждается в этом, правда ведь? То есть, он совершенно не нуждается в этом, он больше всего этого, да. Он и так сам себе благословлен. Но, когда мы благословляем Бога, мы творим некую реальность своими словами, в которой утверждаем благословенного Бога. То есть, вот он здесь, вот он таков, да. Или, когда мы благословляем друг друга, именно слово обладает огромной силой. И равной этому нет. То есть, нам не дано ничего. Мысль не обладает такой силой. Наше даже физическое действие, да, оно все равно принадлежит этому миру. Слово, оно принадлежит миру иному, высшему, горнему, Божьему миру. И когда мы говорим слово, это не просто колебание звуковых волн. Это как бы такой канал, это такие, знаешь, упаковки, которые с неба приходят, и внутри в этих упаковках приходит Божья сила. Она врывается в этот мир видимый, понимаешь? То есть, как будто бы, ну, как сказать, то есть, Бог ищет способ, как свое благословение, свою силу, свою любовь прислать в этот мир. Как чтобы это пришло? И он берет, упаковывает их, знаешь, как конфеты в фантике. Он упаковывает это внутрь, внутрь и кидает нам туда, знаешь, вниз. Вот это его энергия, понимаешь? Это его сила. У нас было в прошлый шаббат на служении такое действие, которое называется Бат Митсва. Ну, бывает Бар Митсва, бывает у девочек Бат Митсва. Да, да, для девочек. Когда ребенок становится фактически взрослым участником общины, который принимает на себя ответственность. И он приглашается к чтению Торы в первый раз. И есть там такой момент, когда девочка идет с этими свитками Торы, которые больше, чем она сама. И в ее сторону швыряют конфеты в упаковках. И вся детвора, вся толпа детей, которые есть в общине, дети просто расхватывают у них, как такое соревнование. Кто больше конфет себе за пазуху натолкает. Все это просто ты говоришь, что вот он вбрасывает. Да, да, это похоже, да. Так как Бог существует в мире невидимом, а мы существуем в мире видимом, да, то для Бога очень важно, каким образом этому миру сообщить свое благословение, передать это свое благословение. Понимаешь, как, как вот достучаться, да. И он через разные-разные пути, он старается сделать так, чтобы его сила, его благодать, она достигла этого мира, она достигла нас. И слово одно из самых сильных, да, не единственное, но одно из самых сильных действий, как Божья сила и Божья невидимая любовь, вот это вот его из невидимого мира становится видимой. Вот. Но тут он сталкивается с определенной проблемой, как мне кажется. Проблема эта заключается в том, что мы можем говорить только то, что понимаем. Если мы не понимаем, мы не можем это сказать. Для нас это очень непривычное чувство. А понимание наше, тоже это не секрет, ни для кого, оно очень сильно ограничено. Разум человеческий испорчен. Разум человеческий напуган. И разум человеческий поражен грехом. И определенное вот это вот наше мировоззрение, которое от наших отцов передано нам, да, то есть суетная жизнь, которая нашла отражение в нашем разуме. Поэтому зачастую Богу бывает очень трудно даже сказать нам то, что Он хотел бы нам сказать, потому что мы не поймем. Потому что у нас нет просто этих понятий, у нас нет таких, нет понятий просто внутри. Нам нечем это взять, нам нечем это воспринять, да. И тогда, что ему делать? Он ограничен в нас, то есть Он сам не может, Он дал нам эту власть. И Он ограничен в нас. И в этом мире будет только то, что мы скажем. Как сказал Клайв Льюис, он говорит, что молитва это огромная привилегия для человека быть причиной того, что происходит в мире. Когда спрашивают, почему надо, чтобы человек молился, почему Бог не может делать все без молитвы, почему он не может делать сам. Но потому что Бог дал такую привилегию, потому что Он поставил человека вот в такое сыновское положение, что он не делает ничего помимо человека. И молитва это вот огромная привилегия человека быть причиной происходящих событий. Апостол Павел, например, в послании к римлянам описывает такую ситуацию, что бывает, что мы не знаем о чем и как должно молиться. Мы не знаем, нам это непонятно. Вот ситуация есть, вот реальность есть, вот что-то происходит. Но как молиться? О чем молиться? Мы прям чувствуем, что мы говорим слова, а они не настоящие какие-то, они не такие. И вот тут к нам на помощь приходит вот эта вот великая Божья тайна, когда Он вдохновляет нас говорить слова от Духа. И они бывают очень трудными для тех людей, которые, ну, особенно для тех, которые сильно движимы своим разумом. Да, то есть разум не позволяет. То есть это как оказаться на корабле во время качки. Это как будто бы шагнуть за борт лодки и встать и пойти по воде. То есть как говорить слова, которые непонятны твоему разуму. Как это может быть? Но тем не менее это так. Это так и есть. Это такой дар, такой сверхъестественный дар, когда Бог помогает нам молиться по Его воле. Он вдохновляет нас. И в этом плане это различается. Различается между тем, когда с миссионерской целью апостолы использовали иные языки. Они говорили на иных языках, которые не понимали сами, но понимали другие люди. Иностранные языки. Да, фактически иностранные языки. А в Библии настолько много там сказано и о языках человеческих и ангельских. Или, например, сказано, тот человек говорит, и никто не понимает его. Он говорит себе и Богу. Никто не понимает его. Это не для человеческих ушей. Это не для того, чтобы люди поняли. Это именно для того, чтобы менять эту реальность. Или как там тоже написано у Петра, по-моему, что кто молится духом, тот созидает себя. Он строит, созидает себя как будто бы. То есть происходит какое-то вот такое таинство, такое действие. Эти слова как кирпичики вкладываются в дух и что-то производит такое. Окей. Скажи мне, вот если взять, если опять вернуться немножечко к художникам, я вообще думаю, что любой верующий, он по определению художник. Ну, в широком смысле слова. То есть тот, кто призван творить. То есть изменять реальность, влиять на реальность. Делать что-то из ничего. То, что ты говоришь. Словом, несуществующее становится существующим. Вообще, мне кажется, что в мире существует три духовных силы. Всегда. И первая сила, это сила Божья. Та, которая неиссякаемая, единственная неиссякаемая изначальная сила. И от него изошло все. Вторая сила, это сила, которая была, ну, как бы она отделилась, откололась от него. Да, это сила врага. Как у меня один мой знакомый говорит, плохой парень. Этот вот плохой парень. Вот. Это вторая сила. И она тоже есть, и она тоже действует. И я верю в этом плане, что зло обладает некой субстанцией. И третья сила, которая есть тоже, она существует. Это сила самого человека. Внутри него самого. Так как человек сотворен по образу и подобию Божьему, то в нем заключена некая такая, некий такой ресурс очень большой, большая энергия. И он по воле, он волен направить ее туда или сюда в разное. Что-то он может создавать, как говорил Бердяев, фантазмы. То есть то, что не имеет перспектив никакого будущего. Он может прославлять Бога и создавать этот будущий Божий мир вечный, который однажды настанет. Или же он может даже служить врагу душ человеческих и разрушать замысел Божий своей собственной силой. Но вот эта вот сила, которая в человеке... Не случайно же вот в Евангелии написано, имейте веру Божию. То есть как будто бы существует разная вера. И может быть вера человеческая. И люди в современном мире, очень многие увидели это, открыли для себя, что оказывается в человеке заключен огромный ресурс, большой ресурс. И он этим ресурсом из подсознания своего может менять реальность, менять, творить. И поэтому там написано, как мне кажется, там написано, имейте веру Божию. То есть та вера, которая, во-первых, приходит от Бога, во-вторых, творит Божий мир. То есть ради него, ради вот этого подлинного истинного мира. Велика ли сила, которая в человеке? Она огромна просто. Она просто огромна. Причем эта сила, опять-таки, она заключена не в разуме. У разума большая сила, но по-настоящему нечто невообразимое творит человек откуда-то из более глубоких частей своего существа. Из подсознания откуда-то вырывается вот эта творческая энергия. Понимаешь? Если я сяду и скажу, придумаю я стих, придумаю я картину и буду очень умственно к этому подходить, то, скорее всего, то, что появится, будет очень умственным и не будет нести в себе такого вот захватывающего какого-то действия. Оно не будет захватывать сердца людей. Есть сферы, в которых необходим ум. В науках, в познании мира. Мы действуем умом. Но там, где идет речь о настоящем творчестве, там, как правило, ум как будто бы отходит назад. То есть, он как будто бы делает шаг назад у художника. Из подсознания оттуда откуда-то рождаются какие-то образы, которые человек как будто бы даже может на себя в этот момент, как будто на себя со стороны как будто смотреть. Понимаешь? То есть, вдруг открывается какая-то тайная его вот эта вот сущность, которая была сотворена, как у самого Бога, да, вот эта вот творческая природа. И помимо разума вдруг выходит это. Вот. Но эта энергия человеческая, то есть, это человек просто в силу грехопадения, когда ангел встал с этим обращающимся мечом, и он отделил человека и от Бога, и от рая Божьего, то вот этот вот человек, он, будучи отделен, он не имеет доступа к этой силе постоянно. И этот блок, он даже внутри самого человека есть, да. Какие-то вот проводки там разъединились, да. Вот как я говорю, что в третьей главе Бытия произошло грехопадение, да. Я не знаю, как это на иврите там звучит, но в русском языке это звучит грехопадение. Как будто бы что-то уронили, кто-то упал. Понимаешь? И когда что-то уронили, когда кто-то упал, то какая-то моделька. Вот представь себе, ты делал какой-то корабль, или ты делал, допустим, свою скульптуру прекрасную, небольшую, да, с большой головой, с маленьким тельцем, да, допустим, делал какого-то там ты, Моше или кого-то. И вдруг случайно кто-то Вета, например, стирала с него пыль и уронила. И получилось, например, скульптура падения. Такое было в моей жизни. Только не Вета, а просто полка обрушилась, и на ней стояли несколько еще незакрепленных, то есть просто в пластилине моделей. И я даже с ужасом какое-то время не мог подойти к ней, потому что я не знал, что я увижу вообще. Да, это было ужасно. Да. А теперь вот представьте себе, что на этой полке стояла вся вселенная, все человечество, и человек тоже на этой полке стоял. И вот эта полка рухнула. Да, и по вине наших прародителей, да, понятно, это они позволили, да. Но вот это оттуда с этой полки упало. Она упала и треснула, поломалась. Поломались связи между людьми, потому что люди были соединены, они были как одно, они любили друг друга. У них поломалась самая главная связь. Они, та ниточка, которая их с Богом соединяла, она треснула. Но ведь треснула и внутри что-то в человеке в самом. Именно поэтому там написано так, чего хочу, то не делаю, чего не хочу, то делаю, да. И каждому человеку это знакомо, что у него есть такой дисбаланс. То есть он хочет одного, думает о другом, а делает в результате на выходе третье, да. Какая-то вот такая вот сломанность, да. И вот этот вот ангел с обращающимся мечом, он где-то и внутри нас тоже есть. Он как будто бы закрывает доступ вот в это святое святых нашего существа. Не позволяет, чтобы это проявилось там, да. Он не дает нам доступ к этим глубинным, потому что иначе мы бы могли эту энергию выпустить из себя. И как бы мы ее использовали? Большой вопрос. Большой вопрос. Да, может быть мы начали бы уничтожать друг друга этой энергией. Может быть мы стали бы творить какой-то совершенно ложный, ужасный мир без Бога, да. В общем-то такое и бывает тоже, да. И вот что такое творчество. Это когда вот эта вот связь там внутри, с самим собой, со своим вот этим вот естеством, она вдруг на мгновение восстанавливается. Разум перестает сторожить, что-то открывается и изнутри исходит что-то, творчество какое-то. Но когда это дело, когда речь идет о человеке верующем, который знает Бога, да. Вот мне очень понравилось, как один священник, вот отец Павел Флоренский, да, он говорил, что в духовный мир невозможно человеку после грехпадения, человеку невозможно пройти без провожатого. То есть всегда должен быть кто-то, кто тебя ведет. То есть ты не можешь идти сам. Потому что если ты сам, то ты теряешься. И поэтому Христос нам, например, говорит, я есть дверь, мной входите. То есть ваш провожатый в этот духовный мир буду я. А кто входит не мной, тот лезет через окно. И тогда я за последствия не отвечаю, понимаешь, да. Потому что там тоже какие-то провожатые могут быть. Это могут быть какие-то злые силы. Это какие-то могут быть творческие духи нехорошие, да, которые имеют какие-то свои цели и через человека хотят реализоваться и так далее, и так далее. Либо это просто сам человек пытается. Но тогда не случайно жизнь очень многих вот этих художников, творческих людей, она очень-очень оказывается тяжелой и разрушительной. То есть они просто подвергают свою жизнь жуткому разрушению. То есть ты смотришь про историю какого-нибудь Гогена, и ты видишь, что просто человек сгорает. Он просто вот этим вот, этим творчеством он сгорает просто. Потому что он без какого-то сопровожатого куда-то входит, торгается в какие-то сферы, вот в эти вот все его сторожа, которые в разуме, они засыпают. Его дух, который там внутри, он идет куда-то и нарывается на какие-то жуткие просто последствия страшные, да. И в этом плане, конечно, когда люди творят что-то вместе с духом, когда происходит эта синергия, да, вместе с духом. То, во-первых, в этом есть сила поклонения Богу. Во-вторых, в этом есть сила исполнения воли Божьей. То есть у тебя есть гарантия, что ты творишь не то, что исчезнет, лопнет через короткое время, понимаешь? То есть пройдет время, и это лопнет как мыльный пузырь, потому что этому нет места в будущем. Нет, ты творишь по воле Божьей, да. И в-третьих, ты защищен. Те дары творческие, дары отца, как вот мы вначале говорили, они действительно в том виде, ну не у каждого, наверное, человека проявляются, да. То есть не каждый художник, певец, там и поэт, там кто-то еще. Хотя каждый одарен в какой-то области. Но вот в этой вот, в этих вот, в области искусства не каждый. Но когда ты приходишь к Богу, и когда ты переживаешь вот эту вот встречу с Духом Святым, то в тебе открывается вот эта вот сверхъестественная способность, да, творить новый мир, созидать новый мир словом, что есть молитва на языках, да, или пророчеством. То есть как бы говоря какие-то вещи, называя несуществующие вещи существующими, или то, что касается исцеления, или еще каких-то моментов, понимаешь, которые ты можешь вместе с Духом делать, меняя эту реальность. Он дал это бесплатное, и на нас лежит какая-то ответственность вообще, вот на человеке, который ты получил. Ты помнишь притчу о талантах? Да, помню. А что говорит тот, кому дали один? Он говорит, слушай, ты, хозяин, злой, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и поэтому как бы чего ни вышло, зарою-ка я лучше вот этот талант, да. Поэтому мне кажется, для нас актуальнее вот именно это. Именно из-за страха, из-за того, что нам кажется, что Господь что-то такое может в отношении нас сделать, что мы можем как-то неправильно этим воспользоваться, что у нас какие-то не те мотивы может быть в отношении этих даров. И мы закапываем это, мы этим не пользуемся. И тогда, парадоксальная вещь, Бог говорит этому имеющему один талант, он говорит, слушай, раз ты меня считаешь таким, то давай-ка я таким и окажусь в отношении тебя. Давай-ка я у тебя это заберу просто. И это, мне кажется, такая, ну, поучительная достаточно история, да, потому что я не вижу, что кто-то, ведь, по сути дела, мы говорим девять даров Духа Святого, но, по сути дела, имеется в виду, что дар один, дар всего один, это сам Дух Святой. Понятно, он может проявляться по-разному, но дар один. Но если мы, например, по какой-то причине отказываемся от того, чтобы пойти на этот риск и начать двигаться вместе с Богом, и начать, как бы, откликаться на его вот этот вот талант, который нам дал, чтобы приумножить его, чтобы его вложить. А вложить это означает именно начать пользоваться, начать служить этим талантом, да. То у нас проблема, мы начинаем его терять. Скажи мне, а вот человек, который движется в этих дарах, и человек, который, верующий человек, который не практикует это, это влияет как-то, дары как-то влияют на отношения с Богом, на уровень отношений, на наше переживание Бога? Не, посмотри, на отношения с Богом влияет все. Даже если у меня зуб болит, то это влияет на мои отношения с Богом, понимаешь? Не в лучшую сторону. Вот. Если, например, говорить о том, что касается, допустим, спасен ли человек, который не говорит на иных языках? Конечно, естественно, да. Это совершенно не вопрос спасения. То есть, там, когда Христос говорит о схождении Духа Святого в день Пятидесятницы, Он говорит, вы примите силу и будете Мне свидетелями. То есть, что такое Дух Божий? Это сила для того, чтобы мы могли свидетельствовать в этом мире о Нем. Это не вопрос нашего спасения. Мы спасаемся кровью Христа. Мы спасаемся тем, что Он для нас сделал. Да? Вот. А то, что касается вот этих вот как раз даров Духа Святого, ну, как сказать. Во-первых, допустим, я не считаю, что, например, только те люди, которые имеют дар в говорительных языках, только они крещены Духом Святым. Я встречал людей очень духовно одарованных, явно свыше одарованных. И Дух Божий в их жизни действует, но при этом они, например, не могли принять или воспринять этот дар в говорительных языках. Ну, ничего страшного как бы. То есть, понятно, Бог не может дать какие-то вещи насильно, помимо нашего разума. Но, тем не менее, в их жизни явно проявляется Дух. Потому что, как я и сказал, что мне кажется, что дар-то один. И этот дар – это Дух Святой. Нам дает он дар, дар Духа Святого. И в разных проявлениях просто, понимаешь? Правильно я тебя понимаю, что в этом Бог считается с человеком? Да, конечно. Более того, бывает, что человек даже хочет какие-то вещи получить, но он не может переступить через что-то. То есть, вот в силу своей нецелостности, например, я знаю людей, которые хотели бы получить дар в говорительных языках и просят об этом Бога, но у них настолько сложное взаимоотношение со своим разумом, то есть, настолько разум большую роль в их жизни играет, что они никак не могут вступить на вот этот тонкий лед доверия Богу, понимаешь? То есть, ведь все-таки в наших отношениях с Богом есть и те вещи, которые внутри разумения находятся, а есть те вещи, которые превосходят разумение, да? Как там написано, превосходящее разумение, любовь к Христову. И вот это вот превзойти свое разумение, им бывает трудно. И они умом молиться, например, могут, а духом так никак и не могут начать, понимаешь, да? На ум пришло, как это, сотрудничество с Духом Божьим, когда Даниил и пророк, он читал книги, он вычитал об изгнании 70-летнем, и потом стал ходатайствовать и молиться, и в конечном счете пророчествовать о том, чтобы Бог его же планы осуществил. Это один случай, другой случай, всем известно такое, поле сухих костей из Экииля. И тот, и другой, они фактически творят новую реальность, творят историю человеческую. Мне кажется, они просто вот иллюстрируют все то, что мы говорили с тобой сейчас, да? И вот особенно это поле сухих костей, конечно, это настолько, ну, яркий действительно образ, и он настолько многогранный, и чувствуется, ко многому он имеет отношение, в том числе и к нашей жизни. Я понимаю, что, ну, например, если не брать это в каком-то очень таком профетическом, профетическом, пророческом аспекте для всей жизни, но это же касается нас просто того, как мы живем, что если мы не начнем говорить какие-то вещи в отношении своей жизни, если мы не начнем провозглашать нечто, да, как он говорит, там, сын человеческий, начни говорить к этим костям. Вот жизнь многих людей, она часто, наша жизнь, да, любого из нас, она может оказаться подобно такому полю сухих костей. И тогда сила, наша сила, она будет в наших устах. И зачастую нам нужно начать говорить какие-то вещи, да, и по этому слову, как там написано, эти кости сдвигались и обрастали плотью живой, и так далее, и так далее. То есть, я понимаю, вот это тоже еще одна иллюстрация той силы, которая есть в устах человеческих. То есть, какую силу он дал устам человеческим, представляешь себе? И насколько мало мы ее используем. И понятно, почему для него так важно, что этот дар говорения языками, чтобы мы могли говорить по воле Божьей, потому что жди, пока наш ум там осветится, пока мы дозреем до того, чтобы сказать то, что Богу нужно, то есть, сколько он искал этого Даниила, сколько он ищет там какого-то пророка себе, да. А тут есть целый народ, который может пророчествовать, да, даже пусть не осветившись до конца, он может просто говорить слова по воле Божьей, да, под вдохновением Духа. Ты можешь вот что-то сказать о, скажем, тех же самых языках, даре говорения на языках? Это может быть произведением искусства? Ну, я вот думал об этом тоже. Ты знаешь, есть же вот, например, такой поэт Велимир Хлебников. У него были какие-то, то есть у него, у Льюиса Кэрролла, у него были какие-то попытки, когда он пробовал писать стихи со словами, которые не имеют смысла как бы в этом мире. Он не был, естественно, крещен Духом Святым, и это не были языки как бы от Духа Святого, но это была некая такая способность человека говорить, произносить какие-то звуки, которые смысла явного не имели, но производили некоторые действия в слушателях, да. Там у него какое-то есть стихотворение, но можно поискать там где-то, там, пинь-пинь-пинь, терарахнул зинзивер, то есть что-то, как будто бы ты смысл в этом слышишь, но нету, или, например, нередко в песнях, да, допустим, исполнители какие-то, они прибегают к тому, чтобы использовать, там есть у нас, например, такая группа в России, Ногу Свело, она называется, и у них там есть какие-то песни, в которых они там, например, remember how, remember who, то есть непонятно, что это такое, да, но они их как будто провозглашают. И это, опять же, вот это вот ощущение, то, что есть некая сила, есть некая подача, некий посыл, и не обязательно это будет вербальный смысл, то есть прямой смысл этого, да, вот. Но в церкви, мне кажется, в любом случае, когда идет воспевание, например, на языках, есть такой момент особой такой гармонии, когда есть и музыкальная гармония, и музыка, и когда есть это говорение, воспевание на иных языках, когда вот это вот все собрание вот начинает воспевать на иных языках, это, конечно, очень красиво звучит. Если это действительно, ну, в Духе, если действительно Дух Божий присутствует там, и вот такое действие, то когда вдруг в какой-то определенной гармонии начинают люди все воспевать, то действительно есть ощущение такого восхождения, знаешь, как будто ты поднимаешься выше и выше и выше, ты отрываешься от этих вот оков реальности, понимаешь, которые тебя сковывают. Ты восходишь куда-то туда, вот к самому трону, к самому престолу Божьему. Это, конечно, красиво. Я не знаю, можно назвать это произведением искусства или чем, но это очень красиво. Это очень красиво. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!